Лишний вес – это на самом деле моя больная тема. Он разрушил мою семью. У меня муж все время мне говорил, похудей, похудей. Я не могла похудеть, не знаю почему, не могла, и все. Я не могу себя любить такую, потому что все, все идет наперекосяк. И при знакомстве с мужчинами, они мне просто отказывают. Они говорят, ты хорошая, веселая, ну блин, извини, но ты толстая, и нас это не устраивает. Поэтому я сейчас это все исправлю. Я буду сильно, я похудею обязательно. У меня начнется другая жизнь. У меня просто начало жизни, идти немножко наперекосяки, я задумалась, почему так происходит. Почему одним людям везет, а другим нет. Начала все это изучать и начала это внедрять в жизнь. И одно из моих внедрений, в которые я очень сильно верю, то, что это все работает, это карта желаний. Вот, я себе загадала здесь сотройное тело, весом 55 килограмм. Также у меня есть тут желание иметь красивые волосы, заниматься йогой, которой я сейчас активно занимаюсь в 6.30 утра. Каждое утро я встаю, не ленюсь, беру коврик, растелю его и начинаю выполнять всякие асаны. Лишний жир, живот, этот вот пояс жировой, который имеется на животе у полных людей, очень мешает выполнять мои любимые асаны. Даже взять элементарную позу йоги, в которую нужно сесть максимально, чтобы ноги были приближены к тазу. Я не могу, потому что живот, он упирается в ляжки и просто мне не позволяет это сделать. Ну и также толщина кондифережи бедер. Там, где нужно расслабить все тело, это вытянуть весь позвоночник и положить грудь на пол, на коврик. Ну, опять-таки, из-за живота это сделать не получается, потому что он упирается, и ты, получается, полупоза какая-то получается вообще непонятная кесси-месси. Видимо, из-за лишнего веса я не могу в йоге держать баланс. И выравнивается позвоночник с помощью баланса. Но я из-за лишнего веса это сделать не могу. Это фотография сделана в 2010 году. Видите, здесь я какая стройная. Это буквально я набрала вес за 9 лет, могу сказать. Фотография тоже мы с мужем. Это тоже я здесь. Ну, не просто всем стройная, но стройная. Где-то тут килограмм 60, наверное. Видите, какая я красотка. Лицо. Не то, что сейчас были, забывшие жиром. Джинсы, кстати, они у меня до сих пор есть в сарае у мамы. Я думаю, я их скоро-скоро надену. Буквально через год. И думаю, я в них влезу. У меня есть мой любимый халатик. У меня с ним связано очень много моментов таких вот приятных, романтических. Я его носила где-то года 3 назад. И у меня вот, честно говоря, мечта его заново носить. Потому что я люблю такие вот шелковые вещи. Но он на меня, видите, к сожалению, не сходится. Каждое утро у нас с ребенком проходит такой как бы ритуал. Я верю в визуализацию, в мысли. И он ко мне подходит. И меня худеет. Он так сильно-сильно, он меня прижимает. Это мы так визуализируем, потому что у нас уходит жир. И, Владик, хочешь, чтобы я сколько весила? 55. Ой, он меня тогда будет сожмется, что я дышать не могу. И он так меня держит, 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 держит. А потом я вот так раз-раз-раз-раз-раз. Да, лишний вес стал причиной развода. Потому что все началось с того, что я перестала любить себя. Я перестала себя хотеть. Я себя не хочу, меня не хочет муж. На меня перестали обращать внимание другие мужчины. Уехала, развелась с мужем и готова к переменам, к новой жизни. И хочу все полностью поменять. Избавиться от старых привычек, от старых проблем, забот. И от лишнего веса. И поэтому я хочу как бы захотеть себя, полюбить себя. И наладить свою жизнь.